Здравствуйте, меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцина. И сегодня я предлагаю с вами поговорить о русском мифическом или мифологическом. То есть о тех мифах, которые существуют вокруг русского языка, о тех мифах, которые транслируют сами русские о себе и о своем языке, или о тех мифах, которые существуют в мире о русском языке. Но начнем с наиболее распространенного, который периодически возникает на страницах средств массовой информации, который связан с повышенной тревожностью российского общества. Я имею в виду миф о том, что русский язык умирает. Напомню, что довольно-таки давно русский язык входит в так называемую категорию языков-гигантов. Это означает, что на нем говорит несколько сотен миллионов человек, и, следовательно, русскому языку в этом смысле ничего не грозит. По самым приблизительным оценкам, русский язык как родной воспринимает не менее 140 миллионов человек. Более того, есть люди, которые изучают русский язык, многочисленные иностранцы. С другой стороны, мы понимаем, что русская диаспора в мире тоже увеличивается. Таким образом, еще раз хочу подчеркнуть, что русскому языку, в отличие от огромного количества других языков, действительно ничего не угрожает. Правда, в этом мифе есть своя доля истины. Дело в том, что в современной науке очень модно направление так называемой экологической лингвистики. И вот эта отрасль возникла в связи с очень определенной социальной необходимостью. Дело в том, что, по всей видимости, если опираться на данные, которые приводит и Организация Объединенных Наций, и неоднократно эту информацию описывал академик Вячеслав Севолыч Иванов, по всей видимости, по приблизительным подсчетам, каждый месяц в мире исчезает один язык. Что это означает? Это означает, что умер последний носитель того или иного языка как родного. Да, от таких языков, безусловно, может оставаться какая-то письменная фиксация, могут оставаться аудио- или видеозаписи, но язык умер. И в этом смысле, еще раз подчеркну, что человечество действительно находится на грани определенной лингво-экологической катастрофы. Но русскому языку, еще раз, ничего не грозит. Второй миф, связанный с русским языком, заключается в том, что многие носители языка думают, что современный русский язык портится. Ну и как следствие, видимо, портится того, что умрет. Надо сказать, что эта мысль существует в европейской традиции с эпохи классицизма. Уже тогда предполагали прото-ученые, напомню, что лингвистика как наука возникает лишь в самом конце 18-го, начале 19-го века. Так вот, классицисты полагали, что все языки движутся в сторону ухудшения. С тех пор прошло более двух веков, но среднестатистический носитель языка, кстати, не только русского, тоже думает, что языки исчезают. Исчезают и умирают, потому что портятся. Так вот, хорошая новость заключается в том, что никакой язык, собственно говоря, не может быть испорчен. Кстати, плохая новость, он не может быть и улучшен. Дело в том, что каждому поколению кажется, что оно, поколение, говорит на худо-бедно правильном языке. Старшее поколение, а и тем паче поколение бабушек и дедушек, говорило на еще более хорошем языке. А вот внуки и тем паче правнуки явно портят язык, его коверкают. И в результате мы рано или поздно придем к ситуации, когда от русского языка ничего не останется. Надо сказать, что этот миф довольно-таки силен не только в средствах массовой информации, которые время от времени говорят о каких-то реформах русского языка, которые якобы предпринимают лингвисты, ничего подобного не существует. Но вы, наверное, слышали о том, что в тех или иных регионах Российской Федерации иногда на уровне муниципальных каких-то законодательных актов существуют определенного рода попытки, ну, если не вылечить русский язык, то хотя бы не дать ему хворать. Я имею в виду такие, вообще-то, казусные с точки зрения лингвистов и языковедов ситуации, когда, например, вводятся штрафы за матные слова. Хочу подчеркнуть, что в русском законодательстве вообще-то уже есть статья о хулиганстве, поэтому любое матерное слово, произнесенное вслух в публичном пространстве или написано на какой-либо стене, может быть квалифицировано следствием соответствующим образом. Поэтому предпринимать какие-то специальные попытки здесь, наверное, не имеет смысла, потому что опыт показывает, что такого рода законодательные изменения ничего не исправят. Ну и еще одна из инициатив, которая была предложена одним из парламентов одного из российских городов, не будем называть ничего конкретно, это предъявление штрафов за иностранные слова тем журналистам, которые используют их в собственной речи. Это тоже очень странный ход, потому что мы понимаем, что огромное количество современной лексики, которую использует средний носитель русского языка, иностранного происхождения. Более того, часть слов, которые мы воспринимаем как сугубо русские, как сугубо родные и исконные, тоже относятся к заимствам. Например, если мы возьмем такие слова, как кукла, кровать или свекла, то все они пришли из греческого, древнегреческого языка. Таким образом, вот этот миф о том, что русский язык портится, с ним нужно что-то делать, ему нужно как-то помогать, его нужно как-то вылечить, имеет такие весьма забавные решения, как попытки ввести законодательно защиту русского языка. Хотя, безусловно, подобного родоположения дел не отменяет наличие, и слава богу, в Российской Федерации существует закон о русском языке как государственном. Собственно, в этом законе описаны все базовые юридические аспекты существования русского языка на территории Российской Федерации. Однако, этот миф о том, что русский язык портится, имеет не только вот такой юридический аспект бытования, но и ответ среди широких народных масс. Я имею в виду разного рода движения, связанные с защитой русского языка. С одной стороны, это, например, почившая в БОЗе тайно-орфографическая полиция, или, с другой стороны, если вы посмотрите на интернет-ресурсы, которые занимаются сбором подписей, то вы найдете довольно-таки странную петицию, которая была создана несколько лет назад в защиту слова «кофе» в мужском роде. Представляете, есть люди, которые создали на специальных сайтах специальный текст в защиту слова «кофе» именно в мужском роде и предлагают подписать всем желающим. Мы, конечно, можем поставить подпись, но возникает вопрос, каким образом это поможет русскому языку не испортиться. Третий миф, о котором можно было бы говорить, это о засиле иностранных слов. Отчасти он, кстати, связан с предыдущим мифом. Уж если язык портится, то это можно делать несколькими путями. Например, тем, что размываем наше исконное русское и заполняем это чем-то заимствованным, иностранным и нехорошим. Понятно, что если мы зададимся вопросом, чем наша речь отличается от речи наших ровесников полувековой давности, то любой носитель русского языка назовет два базовых отличия. С одной стороны, это обилие заимствованных слов, с другой стороны, это обилие вульгарных, сниженных слов. Еще раз хочу подчеркнуть, что в мире не существует языков, в которых не было бы заимствований. Да, пропорции заимствований в разных языках различны, но в целом любой язык, который так или иначе коммуницирует с языками ближайших народов, будет неминуемо пополняться заимствованиями. И в этом смысле русский язык никак не исключение. Да, еще в 70-е годы знаменитый американский фантаст Артур Кларк в одном из романов предложил термин «рунглиш». Этим словом он обозначил тот специфический искусственный язык, которым якобы будут пользоваться астронавты-космонавты будущего, когда будут реализовываться межпланетные, межгалактические путешествия. С точки зрения Артура Кларка эти путешествия будут организовываться в первую очередь Соединенными Штатами Америки и тогда еще Союзом Советских Социалистических Республик. Из-за этого длительного нахождения в космосе представители русскоязычных и американскоязычных космонавтов смешают свои языки и появится некий «рунглиш». Для фантастики такой сюжет вполне допустим. В реальной жизни подозреваешь, что это практически невозможно. Итак, хорошая новость заключается в том, что современный русский язык, безусловно, переживает очередную волну вливания в него заимствований, однако эта ситуация совсем не страшная и в истории русского языка были более критические с этой точки зрения времена, ну, например, середина XVIII века. Еще один миф, который часто транслируют студенты, которые изучают русский язык, который сформирован в западных средствах массовой информации по ряду причин, это обычно связано с описанием каких-то культурологических различий между обществами или между народами, и я имею в виду миф о том, что русский язык трудный. Если кто-нибудь когда-нибудь вам скажет такое, задайте вопрос, для кого трудный? Дело в том, что в интернете мы действительно можем найти разного рода классификации языков по степени трудности, одну из них я предлагаю вам посмотреть сейчас, и мы видим, что действительно русский язык по уровню сложности находится в данной таблице, в третьей колонке, слава богу, это еще не самый трудный язык в мире, по данным тех специалистов, которые создали эту таблицу, у нас есть явно фавориты, это арабский, китайский, корейский, японский язык. Вот если мы посмотрим на эту таблицу, то мы сразу поймем, что ее создавал белый человек, скорее всего, европеец, и, скорее всего, говорящий на английском языке, потому что, да, для носителей языков европейского ареала такие изолирующие языки, как китайский или вьетнамский, будут крайне сложными. Да, когда мы говорим о китайском языке, мы понимаем, что у него есть несколько сложных аспектов для изучающих его иностранцев, например, тонический тон. Известно, что в китайском языке музыкальное ударение и четыре разных тона различают четыре разных слова, например, ма, 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 ма. Это четыре разных слова. Но это проблема для носителей тех языков, в которых экспираторное привычное нам ударение. А вот у вьетнамцев, у которых в языке шесть тонов, четыре китайских тона, как вы понимаете, не представляют никаких затруднений. То же самое касается японцев. Да, для японцев существуют определенные проблемы с китайской фонетикой, но при этом любой худо-бедно чуть-чуть образованный японец достаточно просто может воспринимать письменные китайские тексты. Почему? Потому что одна из японских азбук ориентирована на классическую китайскую иероглифику. Таким образом, мы видим, что четвертый уровень сложности китайского языка соответствует европейской картине мира, но никак не соответствует языкам Дальнего Востока или Юго-Восточной Азии. И мы же понимаем, что выучить русский язык поляку, чеху или украинцу все-таки гораздо легче, чем норвежцу, носителю суахили или, допустим, финну. Итак, еще раз хочу подчеркнуть, что не бывает трудных языков для всех. Трудные языки всегда трудны для носителя того или иного языка. Ну и в качестве примера, еще одного примера того, что русский язык трудный, мы можем найти вот этот вот мем, который путешествует по интернету. И он действительно замечательен тем, что в его основании лежит настоящее психолингвистическое исследование, которое еще в 80-е годы проводил Леонид Владимирович Сахарный. Это очень известный психолингвист, который работал в Санкт-Петербургском государственном университете. Действительно, если мы попробуем посмотреть на эти четыре слова «утренник», «дневник», «вечерник» и «ночник» с точки зрения сторонних, с точки зрения человека, изучающего русский язык, это может вызвать ужас, потому что один и тот же суффикс «ник», который добавляется к производящей основе прилагательного «утренний», «дневной», «вечерний», «ночной», существительное образованное по одной модели обозначает абсолютно разные вещи. Так вот, хочу успокоить тех, кто полагает, что это замечательная доказательность того, что русский язык трудный. Нет. Никто из носителей русского языка не испытывает никаких затруднений с правильным пониманием слова «утренний», «дневник», «вечерник» и «ночник», так же, как и иностранцы, которые изучают это слово, безусловно, знакомятся с каждым из них на определенных занятиях, связанных с определенными темами, с определенными лексико-семантическими группами, и такого рода размышления лишь только льют воду на мельницу того, что русский язык трудный. Нет. Не бывает трудных и легких языков. Еще один миф, который достаточно часто можно обнаружить в окололингвистических студиях или в исследованиях того, о ком мы уже говорили, я имею в виду лингвофриков. Некоторые специалисты утверждают, что русский язык бедный. Якобы, если мы возьмем самые крупные академически толковые словари русского языка и сопоставим его со словниками английского, в большей степени американского английского варианта, то мы увидим, что, о ужас, количество слов в русском языке гораздо, гораздо, гораздо меньше, чем, допустим, в Webster's Dictionary. И здесь, как мы помним, любая статистика есть просто статистика. Дело в том, что русская лексикография, русское словарное дело ориентируется скорее на французскую, отчасти германскую традицию, но никак не на английскую, и уж тем более не на американскую. Дело в том, что американские словари строятся по принципу «все флаги в гости к нам». Американцы с своей прагматичной доточенностью очень любят включать в свои словари как можно больше слов, новых слов, только-только появившихся, которые появляются утром в газете и вечером в куплете. В русской традиции все несколько иначе. В русской традиции в толковых словарях должна быть отражена только общая употребительная лексика, фрагменты лексики терминологического свойства, фрагменты областных и диалектных слов, но никак не все слова, которые существуют в русском языке. Несколько лет назад в Америке бурно праздновали дату появления миллионного слова, и, кстати, уже тогда говорили, что, по всей видимости, это миллионное слово должно будет возникнуть на территории Китая, потому что мы не должны сбраться с счетов, и такое довольно-таки интересное явление, как чинглиш, китайский английский. Да, мы можем говорить о том, что, наверное, американцы нашли-таки это миллионное слово, и, наверное, даже занесли в какой-то словарь или, как минимум, в какой-нибудь электронный корпус. Оправь заключается в том, что в русских словарях зачастую мы находим далеко не все слова, которые мы знаем или которые используют писатели, поэты, публицисты, журналисты в своих текстах. Например, одной из таких серых зон русской лексикографии являются диминутивные слова, то есть слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Например, если мы возьмем слово «брат» и посмотрим, какое количество производных от них с абсолютно одинаковым значением обращения к близкому или хорошо знакомому человеку можно зафиксировать в русских текстах, то там найдется несколько десятков слов. Вот мои подсчеты дают, например, цифру 55. Это, например, такие слова, как «брат», «братан», «братка», «братко», «братуха», «брателла», «братан», «братища», «братик» и так далее, и тому подобное. И получается, что вот эти слова из всех тех, что я перечислил, почти не попадают в толковые слова, потому что часть из них относится к сниженному регистру, часть из них характеризует народную деревенскую речь, а часть из них просто являются примерами языковой игры типа «брателла». Еще раз хочу подчеркнуть, если кто-либо когда-нибудь вам скажет о том, что русский язык бедный, потому что в его словарях слишком мало десятков тысяч слов, то вы можете успокоить этого паникера. У нас все в порядке со словами, у нас словари просто строятся по другим канонам. Обратный миф, который тоже существует среди ура-патриотов, среди тех же лингвофриков, среди людей, которые не очень хорошо, зачастую вообще не владеют другими иностранными языками, это миф о том, что русский язык неимоверно богат, что он самый могучий, самый богатый, самый тонко передающий оттенки смысла, значений и так далее, и тому подобное. Это, к сожалению, не совсем так. Дело в том, что с точки зрения современной лингвистической мысли, любой язык обладает какими-то преимуществами, так же, как любой язык имеет определенного рода лакуны. И в этом смысле любой язык, который имеет длительную вековую письменность, уже может считаться уникальным, безусловно оригинальным, в противном случае он совпал бы с другим языком, и безусловно богатым. Не существует нищих языков, и русский язык здесь не исключение, но при этом не существует и гипербогатых языков, русский язык, опять же, здесь не исключение. И в качестве примера можно привести тот фрагмент, который зачастую транслируют с Михаилом Задорным и подобной компанией, когда нам приводят одно и то же предложение и предлагают прочитать его с разной интонацией. Например, с интонацией угрозы «Зачем ты это сделал?» Обычный вопрос «Зачем ты это сделал?» Душевная боль «Зачем ты это сделал?» Отчитывание «Зачем ты это сделал?» Сильное чувство сожаления «Зачем ты это сделал?» И недоумение «Зачем ты это сделал?» Казалось бы, да, безусловно, русская интонация позволяет передавать богатейшие нюансы смыслов, жанров, оттенков и так далее и тому подобное. Однако надо быть наивным человеком, чтобы думать, что ровно тоже не характеризует, допустим, английский, французский, немецкий или китайский язык. Да, в этих языках подчас интонация работает по-другому, но это не означает, что все те же самые оттенки смыслов нельзя передать на других языке. Если бы это было так, тогда мы бы не смогли в принципе переводить одни тексты на другие. Правда, еще раз хочу подчеркнуть, это не означает, что русский язык абсолютно такой же, как все остальные языки. Нет. Дело в том, что с такого рода линейкой, с такого рода матрицей вообще лучше не характеризовать языки. Еще раз подчеркну, что любой язык и богат, и беден одновременно. В качестве доказательства того, что русский язык и, допустим, английский язык одинаково богаты и одинаково бедны, можно привести следующий аргумент. Действительно, в русском языке есть такое фантастически замечательное свойство, как его богатейшее словообразование. То количество суффиксов, приставок и их многозначность, которая присуща русскому языку, совершенно не характерна, допустим, для английского языка. И что же мы тогда можем сказать, что русский язык действительно богат, а английский беден? Нет. Если мы откроем любой большой многотомный английский словарь или англо-русский словарь, то мы увидим, что каждое, практически каждое слово в английском языке имеет богатейшую систему значений. Что это значит? Что там, где нам достаточно будет использовать словосочетание для описания или передачи той или иной мысли, англичанин найдет необходимое ему слово. То же самое. Вспомните немецкий язык, в котором огромное количество корней позволяет максимально точно передать ту или иную ситуацию. Не случайно язык философии, такой тонкий и внимательный к нюансировкам, это именно немецкий язык. Он позволяет описать то, что на русском языке придется делать с помощью словосочетаний или предложений. Итак, развенчаем еще один миф. Русский язык не богат. Он такой же хороший, такой же богатый, как и все остальные языки. Еще один миф связан с тем, что русский язык грязный язык. Это можно услышать и от носителей языка, особенно тех, которые ориентированы на речь интеллигентных, образованных людей. Да, действительно, если мы возьмем современную билетристику и сопоставим ее с билетристикой 19 века, мы увидим, что она выглядит весьма и весьма странной. Однако эту мысль иногда можно услышать и от изучающих русский язык, потому что, рассказывают, например, студенты, если мы возьмем самые большие синемические ряды, которые существуют в русском языке, то часть из них не очень приятная. Ну, например, в русском языке действительно существует несколько десятков слов, обозначающих довольно-таки специфическое действие употребления алкогольных напитков. Это могут быть и слова, и фразеологизм, как, например, «заливать», «остограммиться», «сообразить на троих», «залить заворотник», «быть под мухой» и так далее и тому подобное. Соответственно, делают вывод, ага, раз у русских людей есть такой богатый синемический ряд для обозначения такого рода действия, то, наверное, они вот именно такие. Другой пример, который можно привести для того, чтобы опровергнуть эту точку зрения, давайте возьмем с вами два прилагательных «умный» и «глупый». Как вы думаете, у какого из этих прилагательных большее количество синонимов? На самом деле у слова «умный» нет полных синонимов. Мы же понимаем, что «умный» — это не то же самое, что «интеллигентный», «эрудированный», «смекалистый». Нет. У слова «умный» по большому счету нет синонимов. А если мы возьмем слово «глупый», а если мы возьмем слово «дурак», то мы увидим, что это может быть и «дурак», и «идиот», и «с неба звезд не хватает», и «с низкими когнитивными способностями», и «дубина стаиросова», и так далее, и тому подобное. Опять же, можно предположить и сделать вывод, что раз в русском языке такое огромное количество слов, обозначающих лиц с низкой когнитивной способностью, то, может быть, и сами русские такие. Нет. Нет. И еще раз нет. И здесь я хотел бы слушателя отправить к очень интересной статье, ныне покойной Нины Давыдовны Рутюновой, статье, которая называется «Аномалии язык». Она была впервые опубликована в 1987 году, ее можно найти в том числе и в интернете. И вот в этой статье Нина Давыдовна Рутюнова очень четко объясняет, в чем здесь проблема. Дело в том, что, по-видимому, и это универсалия, это характеризует любой язык. Недавно была замечательным романистом, например, специалистом в испанском языке. Так вот, в любом языке слов отрицательно окрашенных больше, чем слов положительно окрашенных. С чем это связано? С тем, что для древнего человека положительность, скорее всего, воспринималась как норма. Условно говоря, если человек умный, это уже хорошо, и это не нужно членить. А вот если он не очень умный, то для того, чтобы максимально точно передать это значение, нам необходимо новое слово. Именно поэтому уже в древнерусском языке мы найдем несколько синонимов к слову «дурак». Еще раз, русский язык ни в коем случае не грязен. И вообще, я бы хотел подстраховать использование статистики для изложения неких выводов о том или ином языке. Количественные показатели, количественные методы применительно к языку в целом, особенно применительно к его семантике, к его смыслам – это крайне и крайне неприятное дело. Еще один блок мифов я бы рассмотрел – это мифы о речевом этикете. У нас была уже передача о речевом этикете, но я бы хотел остановиться на нескольких нюансах, чтобы мы увидели, что мифы бывают не только о языке вообще, но и о каких-то конкретных словах или даже каких-то конкретных клише. В качестве примера могу привести один из очень распространенных, особенно среди носителей просторечий миф, о том, что незнакомого, да и знакомого человека, в случае, если нам нужно предложить человеку сесть на стол или кресло, мы должны ему сказать «присаживайтесь». Так вот, это неправда. Если мы вспомним школьную программу, то одно из шести базовых значений приставки «при» означает «неполнота действия». Эта приставка в этом значении используется, например, в глаголах «приоткрыть», «предвинуть» и так далее. Так вот, если мы предлагаем человеку «присесть», это означает, по всей видимости, на краешек стула всего на несколько секунд, и дальше мы как бы отменяем свое предложение. В русском литературном речевом этикете для того, чтобы предложить человеку сесть, нужно воспользоваться более короткой формой, более простым глаголом «садитесь, пожалуйста». И в этом нет ничего страшного. Еще один из мифов, которые существуют в области речевого этикета, о котором многократно говорили, но как бы мы ни говорили, все равно обязательно появятся те люди, которые будут рассказывать, что «нет, моя бабушка» или «мой дедушка», говорили, что «так ни в коем случае нельзя». Я имею в виду традиционный для русского человека вопрос «кто последний». Напомню о существовании такого замечательного текста Владимира Сорокина как «Очередь», напомню, как многое в московском концептуализме было связано с «Очередью», какое количество картин в советскую эпоху было написано на эту тему. Так вот, если мы подходим к хвосту очереди, то единственный правильный в русском речевом этикете вопрос «кто последний?» «Кто крайний?» здесь говорить невозможно. Некоторые ученые считают, что, по-видимому, перед нами украинизм. Дело в том, что в украинском языке нет этой разницы между крайним и последним, и по-украински это действительно возможный вопрос. Но в русском языке у нас есть два отдельных слова, и у очереди нет края, у очереди есть конец. Иногда говорят, что перед нами пример того, что в науке называется реализация табуированной функции, что якобы сама идея крайнего возникла в речи специалистов, спортсменов или людей экстремальных профессий, например, летчиков-испытателей или космонавтов. Известно, что такого рода люди иногда бывают весьма суеверны. И вот якобы из их профессионального речевого жаргона, вот это вот «кто крайний?» вместо «кто последний?», для того, чтобы не актуализировать мысль о том, что этот полет, эта операция, это испытание будет последним, якобы оттуда пошло вот это выражение «кто крайний?». Может быть, оно и так. Но еще раз подчеркну, что в русском речевом этикете правильно все-таки формулировать вопрос «кто последний?». Ну и последний миф, связанный с речевым этикетом, хотя таких мифов действительно существует очень и очень много, это новомодное, ну как новомодное, ему уже несколько десятков лет, как минимум два, обращение в эпистолярном жанре, то бишь в письме «доброго времени суток». Если вы используете такую форму, постарайтесь от нее отказаться. Дело в том, что она нарушает представление о русском речевом этикете. По-русски мы можем поздороваться разнообразным способом. Мы можем сказать «здравствуйте», «добрый день», «добрый вечер», «доброе утро». Но нельзя сказать «доброго времени суток». Почему? Потому что перед нами конструкция пожелания, перед нами конструкция родительного падежа, которая не используется в функции «приветте». Обратите внимание, «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» – это именительный падеж. А «доброго времени суток», кстати, похоже на другую формулу «доброй ночи». И вот «доброй ночи» – это не приветствие. Это как раз пожелание отходящему ко сну. И иногда в интернет-переписке в позднее время суток можно обнаружить, как, допустим, студент пишет письмо преподавателю и начинает свое письмо с приветствия «доброй ночи». Вот это делать нельзя, потому что получается, что автор начал писать письмо, но уже сразу же пожелал спокойной ночи тому, кому он обратился. Итак, когда нам говорят о том, что «доброго времени суток» – это наиболее применительная форма обращения к адресату, потому что мы не знаем, когда письмо попадет в почтовый ящик, электронный почтовый ящик адресата, когда он его прочтет. Может быть, это будет день, может быть, утро, может быть, вечер. Да, в России несколько часовых поясов, и если мы отправляем письмо из Калининграда, то мы не знаем, во сколько это письмо будет прочитано во Владивостоке. Но если мы посмотрим на корпус, а слава богу, он у нас богатый и достойный, русского эпистолярия 19-20 века, когда Пушкин отправлял письмо Наталье Николаевне Гончаровой, он мог написать «доброе время суток», он ведь тоже не знал, когда ящик соизволит или доедет до адресата утром, вечером или днем, когда письмо будет скрыто. Нет, там мы находим либо «здравствуйте», либо «здравствуй», либо «добрый день» и так далее и тому подобное. Еще раз подчеркну, что «доброго времени суток» – это миф. Один из многочисленных мифов о русском языке. Итак, если подводить черту, используя английскую идиому, под всем тем, о чем мы говорили сегодня в связи с мифами, хочу сказать следующее. Мифов о русском языке, о конкретных словах, мы же с вами совсем еще не трогали такие вещи, как, например, что пожарный – это тот, кто перенес пожар, погорелец. Нет, это тоже неправда, это тоже миф. Я постарался рассказать о базовых мифах о русском языке в целом и о его маленьком фрагменте в виде русского речевого этикета. Но таких мифов много. В качестве рекомендаций, как бороться с этим, я бы предложил следующее. Слава богу, в русском языке есть огромный пласт научно-популярной литературы о русском языке. Слава богу, в русском языке есть огромное количество хороших, многотомных академических словарей. И поэтому, как только в вас западает зерно сомнения, оправда ли это, оправда ли, что слово «воробей» от «воробей», оправда ли, что медведь – это тот, кто знает, где мед. Все это как раз неправда, это все мифы. Вот для того, чтобы развенчать такого рода мифы, читайте словари, читайте научно-популярную литературу по русскому языку и лингвистике вообще, и все будет хорошо. Спасибо, всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!